Представители бизнес-сообщества представили Владимиру Путину доклад, в котором содержится более 200 инициатив по развитию сферы предпринимательства. Общение бизнесменов и президента прошло на форуме «Деловая Россия». По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова, большинство из инициатив должны вылиться в законодательные акты. Многое из того, что было озвучено на форуме, напрямую касается и предпринимателей Ненецкого округа. Для бизнес-сообщества это крупнейшая дискуссионная площадка в стране, и вопросы на ней поднимаются самые масштабные и насущные. Санкции и импортозамещение, госзакупки, новые возможности, развитие предпринимательства в регионах и, конечно, налоговая политика. Представители опоры России на форуме выступили с очень актуальной проблемой, которая связана с налогом на имущество. В связи с его расчетом по кадастровой стоимости, этот вид нагрузки на бизнес к 2017 году может вырасти в шесть раз, что противоречит президентской задаче. Инициативу своих коллег поддерживает и председатель окружного отделения Армен Петросян. Налог будет настолько высок, что он просто не будет покрывать сам себя. Соответственно, на наш взгляд, на наш взгляд опоры России, это не очень верно. И опор России тоже выставил одну инициативу, чтобы все промышленные, производственные и торговые помещения до 500 квадратных метров освободить вообще от земельного налога. На наш взгляд, это очень правильная и верная позиция, потому что 500 квадратных метров – это не так уж и много. Соответственно, те предприниматели, у которых такие небольшие помещения, вряд ли не смогут от кадастровой стоимости владеть налог в порядка четырех раз больше. Одной из важных стала тема отношений бизнеса и власти. В целом, тема снижения административных барьеров не уходит из предпринимательской повестки. Хотя государство, как отмечают бизнесмены, пошло на серьезное улучшение. Смотря на другие регионы РФ, НАУ – это один из самых благоприятных регионов для бизнеса на сегодняшний день. По крайней мере, тебя здесь никто сверху не давит и не заставляет ни к чему, не принуждает. Тот человек, который хочет работать и что-то зарабатывать, он, в принципе, заработает без каких-то помех. В принципе, власть не мешает абсолютно развитию бизнеса. Существующими проблемами окружных бизнесменов вплотную занимается уполномоченный по правам предпринимателей Валерий Чупров. Омбудсмен, как никто другой, знает, какой он предприниматель Нинецкого округа сегодня. Безусловно, предприниматель, которому сегодня крайне не хватает денег. Текущих денег, поскольку его волнуют процентные ставки по кредитам, он не может их привлечь. И основная забота состоит в том, чтобы сохранить действующие рабочие места. Когда он включает телевизор, он увидит о том, что стоит задача создания новых рабочих мест и так далее. У него же в голове одна мысль, как сохранить действующий бизнес, как сохранить те рабочие места, которые созданы. Каким образом государство может ему помочь снижением налогов, какими-то преференциями. Это, конечно, безусловно, характеризует предпринимательство. Сегодня в Нинецком округе зарегистрировано более 2100 субъектов предпринимательства. В связи с последними шагами законодателей и администрацией округа навстречу бизнесмену, их количество должно заметно возрасти.